всем доброго морозного утра в этом видео будут мои рабочие будни как вы поняли я нахожусь на чердаке на чердаке того дома где я живу вот почему утро морозное потому что на сегодня в коврове с утра минус 24 сегодня у нас 10 марта 2021 года вот и я вам хочу показать в каком состоянии фановый стояк замерзла там труба не замерзла мне самому интересно вот то есть что то что я сделал там прорези побольше сделал плюс трубу нарастил повыше что это дало сейчас все покажу в этом видео будут все мои рабочие будни мелкие заявки вот также подготовка к этому объекту который я сейчас делаю где буду делать теплые полы по всей квартире радиаторную сеть полностью переделывать после застройщика выводы трубок будут из стены подключение к радиаторам буду делать боковое из стены от застройщика была диагоналка и все трубы по наружке сейчас мне нужно будет час утра съездить на приемку металла купить уголок там у них им там уголки сдают хороший скажем так и вот его надо будет купить сделать из уголка перемычку потому что там ящик ящик мы задолбим в стенку шкаф для теплого пола и вот перемычка чтобы было для кирпича уголок из куплю на приемке там он выходит дешевле купить его эти уголки туда сдают шахты лифта меняют и вот туда их сдают так что сейчас все покажу что там есть на приемке даже там кстати есть много чего интересного там даже есть тиски трубные саша с канала сантехник life ищет такие тиски я ему скидывал продают они их за полторы тысячи единственное там доставка до оренбурга почти эта же сумма выйдет так что вот так даже такие тиски это сдают в чермет так что усаживайтесь поудобнее ставьте там себе чайок печеньки конфетки будет интересно спасибо за просмотр так в таком состоянии фановый стояк сейчас напомню у нас утром было минус 24 то есть обмерзание здесь нету вот это вот какой-то и намерз внутри тоже немножко заузился а ты не проход надо будет снаружи здесь утеплять сам этот саму трубу ну-ка сниму я ее здесь во первых на самом этом но внутри в принципе не так глобально я думаю там меньше за раз больше заросло вот тут примерно на сантиметр на роста и не и он только и не в этом месте отсюда до суда ниже его там нету все таки там теплее того нет то есть нам только вот это вот место утеплить по идее думаю видно одеваю назад так 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 что я вас держу в курсе что тут с фановым стояком происходит все хорошо спускаюсь все так как рыбы какие здоровенные 8 и он прям с ладонь наверное так приехал я на прием металла чтобы купить уголок как я говорил здесь он выйдет дешевле чем на металлобазе новый качество нисколько не хуже возможно попадется даже крашеный пойдемте сейчас покажу что там есть на приемке добренького с предчатки только один привет здрасте не надо уголок там у вас выбрать купить один найду мне один спасибо дубак так вот он собственно есть как и новый совершенно вот он лежит новый не надо вообще длину метр двадцать такой вот пойдет вообще новым пойду возьму такая вот груженая машина теплитель так 40 этот 50 короче даже сверла какие сдают после дедушки гараж расчищают классные сверла чего тут только нет офигеть какой сырого вот нару фреза так как раз вообще но даже вот после лифта уже крашеный уже крашеный сейчас я его наверное возьму лучше пускай он будет сразу крашеный ладно я сейчас отключусь вложил сюда сейчас взвесят и скажут мне стоимость я даже уже знаю три метра наверно два шестьдесят два шестьдесят сто сто с небольшим рублей метр короче так что вот так мне разрешили походить здесь снегом завалило тиски то тиски где то здесь лежали вот они это маленькие это маленькие трубные тиски где то здесь еще большие лежали лежали вот это вот все это вот все на продажу много чего интересного есть сюда даже кстати при мне приезжал мужичок вот такие вот чугунки покупал спрашивал куда говорит в москву видимо там продает на барахолке гири вон всякие разные сейчас все таки найду попробую этот труб 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 надержатель ой гиря как бы его не купили такие вещи долго не лежат вон даже тройник под приварку наверное его купили уже он здесь лежал так что Саша сам технику твой трубный держатель купил целиком машину сдали десятку здесь уже все поснимали он кстати на металла даже лезать а любите уже нету а нет половинка осталось вот еще я их путаю десятка одиннадцатый двенадцатый я их путаю десятка то я знаю это вот седан а это вот я их путаю ходи бэк битэ здесь вот такая мелочевка арматура вот короче все сдают все мойка профиля вон даже профиля кстати целые более-менее ровно здесь в этой куче тонкое железо лежит о радиаторы чугунные треснутые по моему вот трещина трещина а так одна сторона так крашеная нас сегодня холодно капец двигатель арматура шестеренки какие-то много чего интересного вот батарею отложили на продажу но ее проверять надо это труба тоже вот на продажу у меня сосед покупал у оживки вот такую вот тоже арматура на продажу даже ведро сдали как раз на объект ведро надо а там какие-то трансформаторы трансформаторы офигеть ведро сдали это походу теплообменник из печки вытащили стоял в печке теплообменник это что ж на продажу наверно три сантиметра 33 на 3 ясно понял спасибо так вот такой вот уголок в общем я купил выбрал это уголки лифты меняют и направляющий от лифтов что ли я не знаю он даже уже вот крашеный серым цветом дырочки я отрежу сколько мне надо до дырок мне надо вообще кусок метр двадцать туда вот а он два шестьдесят то есть вышел по стоимости 300 рублей примерно 100 рублей метр а на металле на металлобазе он уже где-то рублей сто семьдесят за погонный метр сто семьдесят почти двести наверное вот но я могу позвонить узнать и если что вставлю чтобы вы знали цену вот потому что я для себя покупал и была разница семьдесят рублей погонного метра год назад я покупал стилажи делал себе из уголка так что имейте ввиду на приемке металла покупать дешевле так все я закрепил вот так уголок резинками стянул все на улице капец как холодно он конечно показывает на солнышке 10 марта минут 16 там реально холоднее все поехали на ускоренном на объект это на так живых домов по настроили а парковку для машин даже и некуда поставить пока поставил вот так вот сюда сейчас все перетаскаю и потом надо будет я куда-то угонять он там он место есть дальше если раньше приезжать то вот это место пустое сегодня попозже приехал уже заняли что так сопливых вовремя целуют все таская трубы уголок трубы то не помогут занести ребята отделочники коллектор я собрал так все это выглядит здесь поставил угловые краны головы краны сразу уходит в пол здесь как я и говорил поставил радиаторные пробки не надо мучиться с подмоткой вот с этой стороны здесь резиночка стоит все уплотняется здесь тоже заглушил выход дюймового коллектора в этом коллекторе есть воздухотворчик и дренажный кран количестве двух штук так что с коллектором все задумка то вот такая вот то есть суда я стал хронированный углубитель и до стены идет так вот хронированный углубитель что на верхней трубе что на беже сразу ставится эти декоративные чашки они здесь сидят плотненько плотненько вот это сверху это пленка эта пленка там они хромированные ночи так вот надо сделать на церкви диатра так моя задача вот такой вот нише нужно заменить вот этот вот штуцер раньше были арзамасские счетчики арзамасские счетчики арзамасские и владимирские скорее всего владимирский счетчик да помню владимирский к ним шли вот эти вот гайки и ватунные а вот эта штука шла железная металл обычный и вот он здесь остался и подтекает какой налет кальция сейчас надо его каким-то образом выкручивать менять что верхняя гайка у меня крутилась а нижняя естественно нет тут все прикисло и я ее просто отрезал верхнюю выкрутил сейчас верхний штуцер вот этот вот тоже сразу поменяю потому что он металлический оставлять его нельзя сейчас покажу как вот этот вот сломается тут вот уже ржавчина он весь облетает короче фиг с ним так такие вот сейчас штуцера делают скажем так удешевление на продукции к битаровским счетчикам маленькие вот такие вот раньше были к питерским мне вот этот вариант больше нравился длинные длина в полтора раза больше поставлю хотя бы наверх к верху будет удобно заворачивать будет удобно заворачивать так по итогу значит верхний штуцер поменял 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 снизу я поставил адаптер пластиковый теперь низ вот этот вот сейчас переделаю сейчас переделаю здесь поставлю два сорок пятых здесь новый девяностый и как раз вот сюда подойду так что вот так пойду в машину схожу за уголками уголками уголки я принес сорок пятый сейчас их сюда впаиваю вот тут где отметил отрезаю 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 и ставлю туда высота большая высота 63 сантиметра но узкий ничего не мешало сделать его пошире тем более там вот стоят вот сейчас покажу вот он один фильтр с отстойника для горячей воды и вот он второй так что вот так так сейчас самый ответственный момент поедет вот сюда вот уголь эти сейчас мы это сделаем сейчас я вас поставлю прямо туда надеюсь вам видно будет так там и там вот вот все Продолжение следует... Вроде все у нас получилось, сейчас жду, застынет, затягиваю гайки, запускаю воду, паять конечно было неудобно здесь, вообще неудобно, здесь скидывать накидную гайку я не стал, там тоже все окислилось, трогать опасно. Так, гайки я затянул, будем делать пробный пуск. Так, смехитель я здесь открыл, открываем потихонечку экран с бобом. Теперь холодный. Открываем. Крутится горячий, а вот это обычно справа здесь холодная, а здесь горячая. Вот это холодная, вот она холодная крутится. И смесители шванги перепутаны. Так что здесь сейчас под давлением стоит пайка, все соединения, все стыки, все хорошо. Три сорок пятых вместо двух девяностых и сразу сюда вот вместо муфта соединительной. Так что работы завершены. На этом все. Так, с заявкой со счетчиком, с заменой счетчика и штуцеров я разобрался. Сейчас едем на другую мою заявочку на сверление. Позвонил человек, сказал надо просверлить отверстие под кухонную вытяжку. Так что едем, смотрим, сейчас все покажу. Поехали. Так, в общем, сейчас буду сверлить. Ждал, когда... Ждал, когда соберут шкаф под вытяжку, чтобы по месту им разметить, где мне сверлить отверстие. И отверстие буду сверлить с запасом аж 160 коронкой, чтобы он потом... Потому что там будет вставляться короб 100 на 100. А по диагонали с угла на угол короба получается 13 сантиметров. 130 коронка есть, но она у него будет впритык. Короче, решили 160 коронкой делать. 160 с запасом. Сейчас я уже это все на ускоренном покажу. В следующем видео, это будет видео по замене газовой колонки. Я... Те, кто следят за моим каналом, видели, я заезжал, смотрел. У людей колонка Неваза потекла. Вот. И я им поставил, скажем так, недорогой вариант. БУшную колонку. Вот. Вайланд. Вот. Вот. То есть, колонка в рабочем состоянии, в технически исправном. Вот. То есть, я Неву заменил на Вайланд, газовую колонку. Вот. Так что, следующая заявка, это замена газовой колонки. Недорогой вариант. Я там даже гофру сделал на дымоход, потому что у людей денег нет на нержавейку. Вот. Так что, такая вот заявка была. Следующее видео, вот это будет. Смотрите, это место я перебрал, я там прокладку поменял. Сейчас здесь не капает. Видите, да? сейчас корпус одеваю и вас снова позову продемонстрирую как она работает уменьшеных напор что-ли сильно до конца на лет я хочу чтобы не брызгал ну-ка, теперь здесь и здесь на форуме еще идет в другом месте сейчас все еще в одном месте теперь так по итогу видео значит это я написал не крутить даже если хочется включаем горячую воду зажглась здесь все хорошо, ничего не капит надо руки заодно помыть закрываем воду огонь погас пилотная горелка горит так что все далее будет видео это мой монтаж который я делал в октябре 2019 года вот спустя два года значит так как дом строится и постоянно там никто не проживает вот у нас были снегопады хозяйка туда неделю не ездила потому что за рулем боится ездить ну дорога скажем так плохая вот и не ездила туда вот а были снегопады сильные и как соседи говорили очень часто выключали свет вот короче котел видимо выключался и не включился после вот этого инцидента они должны были купить источник бесперебойного питания вот они его хотели изначально купить когда я делал монтаж ну вот не стали покупать сейчас вот скажем так произошел этот инцидент и они его должны были купить чтобы как говорится их сейчас пронесло чтобы дальше такого не было больше вот чтобы систему не разморозить чтобы не зависеть от энергетиков вот ну в общем пронесло там ничего не разморозилось радиаторы не разорвало не раздуло их трубы не разорвало тоже даже я приехал вода в крайне текла холодная но под котлом странно висела вот такая вот сосулька она там я ее покажу в видео вот единственное прихватило трубы стояки которые на второй этаж шли они шли через помещение котельной и там через ванну идут на второй этаж у меня подозрение что они где-то там в перекрытии их прихватило и прихватило теплые полы коридорный контур вот потому что как раз где я полы мотал вот в этом месте под котлом лед на полу лежит и прихватило ветку ветку труб которые идут под большие окна вот в гостиной вот видео с этого объекта я прикреплю в описании вот можете посмотреть его там полностью этот объект как я его монтировал так что котел я приехал раскрыл вот все там хорошо ничего не раздуло трубки все целые теплообменник целый гидрогруппа целая ничего не разморозило непонятно откуда это капало сосуль или вообще непонятно вот накапало это сосуль откуда непонятно в общем как говорится пронесло вот котел я запустил за качество эту ночь ночевала там сначала сказала заработала ветка на второй этаж давление упало подпитало потом заработала ветка с радиаторами с подокнами вот и тоже подпитало давление падало и потом подпитало заработали теплые полы утечек больше там нету давление не падает все то есть все хорошо с этим объектом пронесло скажем так но такое бывает крайне редко у меня есть там кстати видео где я в январе семь дней занимался восстановлением системы отопления после заморозки там конечно все глобально пострадало тогда я это видео прикреплю тоже в описании кому интересно посмотрите как заморозилась система вот и после этого заказчик там где все замерзло поставил себе теплоинформатор хотя его об этом сервисник изначально предупреждал если вы здесь постоянно не проживаете поставьте теплоинформатор вы хотя бы будете знать котел у вас работает или нет какая температура в доме есть ли напряжение в доме но все как говорится пренебрегают этими советами пока как говорится рак на горе не свистнет вот так что вот так сейчас будет видео вот такая вот сосуля висела под котлом вот она диаметр примерно 4 сантиметра на уменьшение сейчас пошел туда смотреть чё с котом так вызвали на объект в бачке вода замерзла это лед здесь была сосуля вот он лед здесь вот висела сосулька котел слава богу не пострадал не пострадал бакси кафор котел скажем так пронесло так мои обновки в инструменте купил вот такой вот ключ гаечный фирмы крафтул аналог книпекса вот сказали один в один книпекс только дешевле стоит покупал я его через компанию все инструменты точка ру вот покупал я за 3000 по моему 130 а сейчас он подешевел 2909 стоит так что вот так вот надеюсь он меня будет радовать и вот эти вот два ключа этот ключ для коллекторных соединений для евроконусов все понимают что подсовывать между труб и закручивать евроконусы такой вот ключ 24 на 27 вот такой вот ключ купил тоже потому что как бы чем этот ключ для чего он нужен этот ключ вот для этих сдвоенных нипелей здесь очень маленькое расстояние ни одним разводным ключом сюда не подлезешь а крутить его надо как бы в разные направления вот то есть он подвозит сюда вот идеально то есть это как раз ключ для этого и создан то есть вот этот вот 37 это для дюймовый для дюймового ниппеля вот этот вот 48 бывает коллектора где резьба дюйма 1 4 вот на 48 крутить вот эти вот два ключа я купил в магазине в городе Ковров на улице Лепси дом 11 вот так что тоже надеюсь они меня будут радовать и облегчат мне работу все отлично вот дальше Продолжение следует...